Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Начало сентября. Мы с вами планируем месяц, что мы будем делать на винограднике. И говорим о том, как подготовить наши молодые посадки к зиме. Первая и самая приятная работа, которая нас ждет на винограднике, это сбор урожая. Но пока наш урожай еще дозревает, а в этом году у нас есть задержки, я об этом много раз говорила, нам надо следить за состоянием наших кустов. Дело в том, что как раз-таки в этот момент, конкретно в нашем регионе, когда урожай уже почти созрел и обработок никаких проводить мы уже не можем химических, наши растения начинают болеть. Связано это, во-первых, с тем, что всю энергию растения отдает на созревание, это раз. А второе – это погодные условия. Становятся холодные ночи, становятся туманы, становятся росы. И это способствует развитию болезней. Конечно, если вы весь сезон работали над профилактикой, если у вас хорошие, мощные, здоровые кусты, то с этой проблемой вы можете не столкнуться. Но если вы не делали ничего, то можете получить вот такой результат, как на соседском винограднике. И здесь ваше действие зависит от того, насколько сильно растение поражено болезнью. Если это какие-то точечные проявления, например, маленькое пятнышко мелью, а это на обратной стороне будет такой белый пух, где-то на листике, то такой листик можно, в принципе, вообще убрать, сжечь, чтобы не было вот этого рассадника инфекции, и на этом все закончится. Либо серый налет на лозе – это будет аидиум. То есть пока у нас висит урожай, если это вот такие единичные проявления, мы можем применять любые народные средства. Это сода, это зола, это могут быть травяные настой, это может быть марганцовка, это может быть сыворотка. Отдельное видео по таким средствам борьбы с болезнями у меня есть, я вам под видео оставлю ссылку. Если же поражение сильное, ну вот такое, как там, мне, конечно, не очень удобно снимать, потому что все это через забор, но видите, это ягоды, пораженные аидиумом. И вот эти синие, я предполагаю, что это, скорее всего, зилга, то есть это нормальный сорт, видите, ягода еще только красится, так вот эти ягоды и так не созреют. И растение будет ослабленным, потому что, с одной стороны, ему как бы самому надо бороться с этой болезнью, с другой стороны, ему еще надо пробовать выспелить урожай, поэтому растение будет ослабленным, будет плохо зимовать. То есть если поражение сильное, так как я вам там показала, может быть еще хуже, если ваши листья все такие поврежденные мильзию, как я вам сказала, ну мне даже особо показать не на чем, потому что у меня лист чистый, на обратной стороне белый пух, и лист потихоньку начинает отмирать, он начинает так закручиваться. В таком случае не жалейте, весь урожай снимаем, берем нормальную химию и обрабатываем, потому что наша задача, чтобы растение на зиму ушло максимально здоровым. Только тогда оно сможет нормально перенести зиму и в следующем году дать вам нормальный урожай. А если мы вот так вот будем жалеть, вот сейчас оно будет ослаблено, оно так же уйдет, ослабленное на зиму, оно в следующем году точно так же будет слабо расти, и получается замкнутый круг. Поэтому принцип такой, если чуть-чуть, значит, народными средствами боремся, но все равно стараемся что-то делать. Если поражение сильное, значит, не жалеем, все убираем и обрабатываем любыми системными препаратами. Значит, если растение хорошее и здоровое, то тоже после съема урожая можно все-таки пройтись чем-то обработать. Если не хотите системными препаратами, тем же медным купоросом, той же коллоидной серой, пройтись, чтобы максимально убить инфекцию, ну, опять же, чтобы растение ушло на зиму здоровым. Следующий момент – это вызревание лозы. Я уже говорила, что, как правило, для взрослых плодоносящих кустов это вообще не проблема. Смотрите, у этого растения вот уже коричневая лоза, и в некоторых случаях она уже вызрела почти до верха. То есть здесь проблем не будет. Чуть-чуть отвлекусь. Смотрите, воришка. В этом году абсолютно нету ос. Но прилетела пчела, и первый раз я вижу, чтобы пчелы пытались как-то есть виноград. Вот смотрите, здесь на ладине я тоже пошла нормально вызревать лоза. И вот на половину, пусть не на половину, но на треть она уже вызрела. Но если ваши кусты перегружены урожаем, или, как в данном случае, недогружены, это галант, он у меня жирует, к сожалению. Всего лишь несколько веточек. Ну, молоденький совсем куст. И видите, какие у него мощнейшие лозы, которые еще и не показывают признаков какого-либо вызревания, то такому кусту обязательно нужно помочь. Как это сделать, на канале есть отдельное видео, как работать с вызреванием лозы, и ссылку я вам тоже оставлю. Конечно, начинать это надо было раньше, что я и делала. Но если вы этого не начали еще, то самое время это сделать. Потому что еще пока что время у вас есть. Если вы этого не сделаете, то вот такие зеленые лозы, они зиму не перенесут, чтобы вы не делали, как бы вы их не накрывали. Ну, и, соответственно, в следующем году опять получите проблемы. Значит, это мы говорили о больших взрослых кустах, а теперь переходим к молодежи. Принцип работы с молодежью точно такой же, как и со старыми кустами. Но здесь надо уделить несколько больше внимания, особенно болезням. Потому что если взрослый куст, в принципе, ну, он выживет, он зимой переживет, то если у вас, например, ну, тоже мне показать негде, у меня кусты здоровые, ну, пошел сохнуть лист, практически ничего живого не осталось, то такой кустик может просто погибнуть за зиму. Поэтому обязательно обращайте на это внимание. И даже если ваши молодые кустики здоровые, какую-то профилактическую обработку, не обязательно системным препаратом, но тем же медным купоросом смело можно пройтись, тоже коллоидной серой можно пройти, чтобы все-таки куст был здоровый. Если признаки болезни заметили, значит, берем системные препараты и обрабатываем. Это очень важно. Ну, и, конечно, возревание. У молодежи проблемы с возреванием бывают крайне-крайне часто. Поэтому я начала работать уже научно, особенно в прошлом году, когда у нас осенние заморозки пришли очень рано, 23 сентября. То мы работу над возреванием лозы начали с начала августа. Если вы еще этого не сделали, обязательно начинайте. Не надо надеяться на то, что повезет. Потому что может повезти, может не повезти. Наша задача, чтобы хотя бы вызрело на две почки минимум. Но чем больше, тем лучше. Здесь вот, в самом низу, вот уже лоза коричневая. То есть две почки я своих получила. Ну, куст большой, мощный. Соответственно, я хочу, чтобы вызрело больше. Что касается очень частого вопроса, надо ли прищипывать верхушку. Вопрос спорный на самом деле. Я читала очень много профессиональной литературы. Единого мнения не нашла. Кто-то говорить нужно, кто-то говорить не нужно. Ну, конкретно у этого куста, смотрите, какой он большой. Верхушка прищиплена, потому что расти ему уже больше некуда. То есть мы руководствуемся таким принципом. Ну, сейчас, как бы, начало сентября, хотите прищипнуть верхушку, прищипывайте. Вот, смотрите, здесь уже глаза довольно неплохо вызрело. Ну, а вот здесь у малыша и не особо. И видите, все это первый год посадки. Насколько кустики разные. То есть вот это сколько тут, сантиметров 70 в лучшем случае. Ну, и там вот такие мощные лозы. А вот смотрите, вот этих малышей я вам показывала весной. Я их посадила два в одну яму, потому что очень были плохие саженцы. Там было буквально по 2-3 листика такие с 5-копеечную монету. Поэтому я посадила их, ну, кто выживет, тот выживет. И посмотрите, как им понравилось, как они пошли в рост. Но так бывает не всегда. Бывают кустики в первый год и совсем маленькие. Отчаиваться, либо расстраиваться не стоит. Напомню, самое важное, чтобы у нас вызрело несколько почек. На следующий год и растение смогло нормально перенести зиму. Вот этот кустик я тоже вам показывала весной. Это двухлетка. Она уже плодоносит. Лоза. Вот, аж до верхней проволоки у нас. Окрашивается ягодка. Понятно, что грозди мелкие. Ну, смотрите, возревание лозы уже тоже идет полным ходом. Особенно у молодежи тоже, смотрите, если есть проблемы с возреванием лозы, если процесс не начался еще вот в начале сентября, а висит какая-то гроздочка, подумайте, может, гроздочку есть смысл удалить. Вот рядом тоже двухлетка. Ну, видите, здесь немножко все по-другому. Сила роста не такая. И вот как раз покажу. Вот это пятнышко. Это было мильдью. Оно уже прижженное. Вот так вот отмирает листик. И вот там, смотрите, чуть-чуть. Ну, чтобы было что показать вам. Вот белый налетик. Вот это классическая мильдью. То есть, смотрите, ну, куст обработан. Оно уже практически прижглось. Ну, вот такой один лист, даже на молодежи, чтобы он тут и не являлся рассадником инфекции, его можно убрать. Если таких листьев много, я вам уже говорила, то спасайтесь системными препаратами. Еще, что касается вызревания молодых лос, когда я вам рассказывала вообще о работе над вызреванием, о том, как мы работаем калием, я говорила о том, что, в принципе, можно работать по листу, можно работать под корень. Так вот, сейчас работать под корень можно только в случае, если стоит сухая погода. Если у вас почва сухая. Если идут дожди, то про работу под корень забудьте. То есть, мы ничего не поливаем. Единственное, ну, можно рассыпать тогда по почве, либо чуть-чуть рыхлить и закапывать. Вот этот самый сульфат калия, либо суперфосфат, но суперфосфат очень долго растворяется. Потому что, если мы будем лить растворы под корень сейчас, это плохо. Почему? Избыточная влажность замедляет созревание. Поэтому работаем по листу. Вот это тот важный момент, который нужно помнить. И еще в это время, пока урожай дозревает, конечно, могут быть проблемы. Первая с треском, вторая проблема осы. Ну, повторю, что у нас в этом году ос нету. Хотя вы видели, что прилетают одиночные пчелки, пытаются поесть виноград. Первый раз это вижу. Могут быть сейчас нашествия птиц. Такое тоже бывает. Может быть треск ягод. Особенно это бывает тогда, вот как у нас в этом году. Месяц даже, наверное, больше дождей не было совсем. Напомню, почву у нас пески-пески. Потом стали идти дожди. Конечно, не совсем заливные, но тем не менее дожди достаточно сильные, достаточно частые. И вот такая погода может приводить к растрескиванию ягод. А поскольку сопровождается это все равно влажностью, то ягоды эти могут загниваться. Соответственно, тоже, если столкнулись с треском, если столкнулись с загниванием, обрабатывать против гнили или нет, смотрите, по срокам препаратов я не обрабатываю никогда. Если где-то есть растрескавшиеся ягоды, то их надо убирать и удалять, потому что они будут как раз-таки привлекать и насекомых, они будут привлекать и различные болезни. У меня, к счастью, в этом году сильных проблем с треском нету, потому что я рассказывала тоже, я поливала виноградник до этого, чтобы этого треска избежать. Но тем не менее, не всегда есть такие возможности, не всегда получается. Все равно иногда некоторые ягоды трещат. Поэтому наша задача убрать то, что привлекает внимание. Вот это, кстати, гроздочка Виктории. И в этом году она совсем не трещит, несмотря на все природные катаклизмы. Если осы, если птицы атакуют, то тогда различные есть мешочки, различные сетки для защиты. Ну, что-то надо ставить, чтобы наш урожай спасти. Так что, если кратко, все наши работы в сентябре сводятся к битве за урожай, подготовке виноградника к зиме. Но на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение, и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Все вопросы по приобретению просьба задавать через форму обратной связи на сайте. И также под видео будут мои контакты. До новых встреч!